Здравствуйте, меня зовут Анжала. Два вопроса, две проблемы. Первая, я мужик. Я воспринимаю себя как мужика, и общество тоже меня воспринимает, в плане того, что я думаю, что все бабы дуры и самая дура. Вторая проблема, что делать, когда ты довел себя до тремора, до суицидного состояния, когда раньше тебя останавливали дети, а на данный момент тебя ничего не останавливают. Это у тебя сейчас такое состояние? Ну да. Давай с обеда сейчас вернемся. В общем, дыши, тебе должно вот так тогда подвернуть, и мы проработаем. Я могу тебе сколько угодно объяснять, что там жить надо, жизнь важна, она дорога, похер вообще все будет. Откройся, подыши, начни сворачивать, мы это проработаем. Хорошо? Ну, это твоя ответственность должна быть, чтобы тебя... Просто сиди, дыши, свернет, я тебе подойду. Хорошо? Про ребенка что ты говорил? Психосоматика, все, вспомнил. Психосоматика детей. Дети до 12-14 лет находятся в биополе родителей. И поэтому, когда ребенок болеет, это ваши взаимоотношения. Если вы постоянно собачите, дети будут болеть. И поэтому старшие болеют больше, чем младшие. Замечали? Старший рост постоянно чихал, кашлял, там что-то этот. А младший уже, ну, поздоровее как будто. Потому что притирка совпадает. Семь лет начинается войны, и первый ребенок рождается, он рождается в момент вот этого противостояния друг с другом. Вот кто замужем или кто женатый, вспоминайте, первые три года ты чистишь свое сердце на мужа. Он должен доказать тебе свою любовь, и ты его вот так пнула, так ты меня любишь, люблю, а вот так любишь, люблю, а вот так любишь, люблю. И то есть ты всячески будешь над ним издеваться, а он должен тебя терпеть. В психологии это и говорят, три года, да, этот вот, разводы, до трех лет. Это не выдержал он. Следующие четыре года мужчина чистит свое сердце на тебе. И там уже доказываешь ты, суп недосолен, манта невкусный, вообще я борщ не люблю. И ты должна будешь подпрыгивать, доказывать, доказывать, и вот следующий кризис – семи лет брака. И когда вы свое сердце почистили, и она, и ты, тогда начинается более-менее после семи лет совместной жизни, более-менее нормальная жизнь. Вы понимаете друг друга практически с полуслова. Это при условии, если ты не уходила к маме. Каждый раз, когда ты уходишь к маме, такой рестарт, заново, заново. Поэтому желательно не разбегаться, ну вот, никуда не уходить. Если он тебя не побил, сиди. Если пьет, бьет, нахер вали. А так лучше, вот, если адекватные просто ссоры, лучше сидеть. Не нужно вот этого вот создавать. Быстро притрётесь, и потом будете нормально жить. Там уже кризис среднего возраста подкатится. Мне говорят, а когда будет спокойно? Не будет спокойно. Я смотрю, потом переходный возраст, 54 года сейчас начинается. Когда уже дети устроены, времени много, деньги есть, девать себя некуда, начинают бухать. Я как-то недавно попал в компанию, 54 года средний возраст был. Они на следующий день 9 утра домой вернулись. Я ушёл в 11. Это было очень удивительно. Я молчусь. Продолжение следует...